Всем привет! Сегодня мне бы хотелось поговорить на тему, почему, как мне кажется, в нашей стране не прижились идеи феминизма, экоактивизма, сбора мусора раздельного, веганизма, веганства. Ну, это окей, хорошо, веганство — это довольно кардинальная тема, и не для всех, хотя бы в плане здоровья ЛГБТ-активисты. Почему все люди, которые состоят в этих движениях, для русского общества выглядят как фрики? Почему этого нет в других странах? Почему люди в Европе, в Америке приняли, это не просто эти люди, это идея, которая есть на уровне государства, на уровне каких-то ценностей того общества, цивилизованного общества, а не на уровне каких-то там девчонок с крашенными волосами? Почему у нас так все это выглядит? Я думаю, первая причина, почему это происходит, в том, что не с этого нужно начинать. Наше общество выглядит как старый наспех, сколоченный сортир 20-летней давности, обосранный сверху донизу. И периодически этот сортир хотят обновить, нанести сверху краску, но проблема в том, что на дерьмо краска не прилипает, и он как выглядел плохо, этот сортир, так и выглядит. Когда этот сортир наспех сколачивали, сказали, что вы даже не думайте привыкать. Два-три месяца, и мы выстроим другой, самый лучший сортир во всем белом свете. И люди живут с такой мыслью, что это все не навсегда, что это когда-то что-то изменится, и поэтому его не сносят. А его нужно сносить до основания. И вот такие темы, как феминизм, там, не знаю, ЛГБТ, это ведь все частные проблемы. Вообще, если так посудить, допустим, феминизм для такого сортира, обосранного, это как картина какого-нибудь признанного во всем мире художника. И вот эту картину пришпанторивают на этот грязный обосранный сортир. Красиво? Я думаю, как минимум странно. И вот примерно так это все и выглядит. И последователи этих движений, они поэтому и выглядят настолько фриковато. И все, что они могут, это вот делать себе внешний фасад, демонстрируя, как они против системы, как они против стандартов красоты. А с этого ли нужно начинать вообще? В этом и есть феминизм? Я думаю, что нет. По крайней мере, в нашей стране. Вы знаете, я испытывала в свое время довольно странное ощущение. Я вот читала книжку Науми Вольф «Мифы о красоте». Я со многими вещами согласна. Косметические компании, которые там навешивают лапшу на уши женщинам, что вместе с тюбиком крема они приобретают еще и заботу о себе, и ласку, и любовь, что не может дать им этот мир. Но когда я ее читала, я, несомненно, испытывала ощущение, что уровень тех проблем, которые описаны в этой книге, ничто по сравнению с уровнем тех проблем, которые есть в нашем русском обществе. И тут не о тюбиках крема нужно думать, а о том, как женщине вообще выжить, как ей живое остаться, выйдя замуж. И нужно ли замужество вообще в принципе. Потому что тут не до диет, которые портят женский организм и сводят женщину с ума. А в том, что она в принципе очень материально зависима от этого внешнего мира. Что она зависима от мнений окружающих. Что у нее по жизни есть определенное социальное давление. Если она остается одна, она идет против всего мира, всего социума, это очень тяжело. Это может привести к очень тяжелым последствиям для психики. Не каждый сильный человек может выдержать определенный напор общественного, общественное давление. А женщина, особенно в России, вынуждена это все ощущать. И постоянно балансировать между ожиданиями общества, которые тебя в любой момент может задавить, и своими собственными желаниями, которые ты не всегда можешь чувствовать, не всегда можешь идентифицировать. Никто не собирается рассказывать тебе о том, что это важно. Я считаю, что уровень проблем, о которых пишет Науми Ульф, немножко не соответствует тому уровню проблем, которые есть у женщин, которые живут в России. И поэтому идеи-то не клеятся. Вот есть, допустим, блогерша. Я недавно ее вспомнила. Я до ней давно знала просто, как такая икона для многих феминисток в России. Ну, по крайней мере, она популярна. Никсель-пиксель, допустим. Я понимаю, что я тут не для того, чтобы ее распекать. Я просто пришла недавно к выводу, что да, эта девочка говорит о абьюзе, о буни-позитиве, о красоте. Но мне кажется, что то, кто она есть, это не совсем жизнеспособно для множества девушек в нашей стране. Ее смотрят, потому что у нее жизнь интересная. Она не из города Реутова, Московской области, из которого она выехать не может, потому что у нее тупо бабла нет на это. Она путешествует по миру. Поэтому она много видела, много знает. У нее есть насмотренный взгляд. Она много рассказывает. Ей есть где применить свой английский язык. Ей есть что рассказать, безусловно. просто она может позволить себе выглядеть так, как она хочет. Она может позволить себе чувствовать себя в безопасности, о каком бы абьюзе она ни говорила. Но в том-то и дело, что все эти идеи, они не работают. Потому что, да, ей не нужно выходить на какую-то нелюбимую, неприятную офисную работу или подстраиваться под людей, которых она на самом деле где-то в глубине души ненавидит, потому что она вынуждена жить с ними по соседству или потому что она вынуждена с ними как-то контактировать, потому что у нее тупо бабла нет. У нее таких проблем нет. И вот эти жизненные советы, вот эти вот анализы, которые она делает, безусловно, может быть, это кому-то интересно смотреть, но это абсолютно далекое понимание феминизма и вообще проблемы того общества, которые реально есть у женщины в современном русском мире. Поэтому эта идея не проживается. Она выглядит как фрик и не больше. У нее нет стремления, потому что она, у нее нет стремления стать другой, потому что ей классно в том виде, в котором она есть. Но я в ней не чувствую человека, который, скажем, был в какой-то действительно очень тяжелой ситуации в безвыходном материальном положении. Но я этого не чувствую. Может быть, ситуация вообще, конечно, кардинально другая, но это вывод я сделала на основе моих объективных наблюдений. Поэтому о чем тут может идти речь? Эти идеи, они не приживутся здесь. Они не совсем к месту. Не с этого нужно начинать. Вы знаете, я как-то была в гостях в одном финском доме. Молодая пара, может быть, старше меня, ну лет на пять максимум. Вот они сидели там, ну и мы с ними говорили на какие-то отвлеченные темы. И парень сказал на тему того, что он в магазин, когда приходит, не знает, какую связку бананов ему купить. Речь шла о экологии, о том, кого поддерживать, кого не поддерживать, что лучше приобрести, потому что очень тяжелая тема в магазине Хельсинки свыше пяти типов бананов, ну кроме всего прочего. И поэтому он не совсем понимает, кому отдать предпочтение. Он, конечно, парень умный как бы, но когда я это все слышу, я понимаю, в какой страшной ситуации я живу. Мне вот как-то не до этого. Я понимаю, что он о бананах говорил, потому что нужно было вести речь на какую-то отвлеченную тему. но тем не менее я увидела, что между нами есть огромная пропасть, что у нас в магазинах все гораздо проще, там есть один тип бананов, и то не всегда. и я не заморачиваюсь. И я не заморачиваюсь. Потому что мне не до этого. И я думаю, что со всеми этими темами примерно такая же история. феминизм, толерантность к гомосексуалистам. Это все очень далеко. Потому что все эти идеи, они должны поддерживаться прежде всего на государственном уровне. Это должно стать частью государственной идеологии. Но разве это станет государственной идеологией вот сейчас? Нет. Это сраный сортир. И пока ты не снесешь этот сраный сортир, ничего не изменится. Поэтому любая идея будет выглядеть фрикова. И второе, о чем бы мне хотелось сказать. Года два назад я снимала ролик, но я напомню об этом. У меня есть такой довод, что когда человек в России начинает говорить о либерализме, о демократии, о каких-то свободах человека, это не та демократия, которая выстраивается в цивилизованных странах. Это очень удобный либерализм и очень удобная демократия. Как правило, об этом говорят мужчины. И они выстраивают свой спич подобным образом. Что я вот буду говорить о каких-то свободах граждан, выбора, но при этом я останусь таким же сексистом, каким и был. при этом есть черно... как это сказать... есть чернокожие, которых я буду называть там чурками, там какими-то вообще чипенцами, там какой-нибудь недоделанной расой. женщины я буду бабами называть. И, собственно, не учитывать, что они личности, я буду думать о том, что они только и созданы для того, чтобы облажать мужика и рожать детей периодически. я останусь таким же сексистом, потому что мне это удобно. Но любые изменения это не только плюсы, но это еще и отказ от чего-то, от чего отказываться это не очень удобно. И вот мы хотим такого удобного либерализма, удобной цивилизации. Но это просто ведет к тому, что человек ходит в хорошем пиджачке, в брючках отглаженных. Вроде как он нормальный человек. А ходит он в тот же засранный сортир справлять нужду. И вот примерно так же выглядит наша цивилизация, наше понимание общества, наше ценностное представление о прекрасном. Поэтому не клеится ничего, не клеится. Это то, что я хотела сказать. Извините за сумбур, я десять раз переписывала этот ролик, не знаю зачем. Просто хотелось донести эту мысль, надеюсь, что вы поняли, о чем я здесь говорила. донести не , не донести Продолжение следует...